Тонкая работа. В ловких руках Екатерины Грибанюк миллиметровые нитки превращаются в эксклюзивные сумочки, чехлы для телефонов, браслеты и картины. Девушка потеряла зрение шесть лет назад, но сидеть без дела не в ее характере. Екатерина не только и занялась рукоделием, она поет и учится играть на фортепиано. В общем, я живу как нормальный человек, только вот незрячий. Восьмилетняя Маргарита из-за болезни позвоночника передвигается только в инвалидной коляске, но это не мешает ей посещать школу и заниматься в разных кружках. Любимое занятие – делать из шерсти и красок картины. В творческих конкурсах выступает не первый раз, стала лауреатом городского фестиваля детей с ограниченными возможностями здоровья «Мир, в котором я живу». Ее цикл работ про любимого кота Вайбера из приюта для животных высоко оценила жюри конкурса. Мы были в приюте, у нее эта мечта была заветная – поехать посмотреть животные, как живут. И вот теперь он у нас из работы в работу переходит этот код. Он уже теперь домашний, но у нас все равно он нам вот так понравился. Отборочные туры 22-го фестиваля «Мир, в котором я живу» прошли во всех районах города по двум номинациям – эстрада и рукоделие. В финале 85 лауреатов получили дипломы и ценные подарки. Мы развивались, у нас фестиваль набирал обороты. И вот сегодня мы почти полторы тысячи детей охватили. Родители поняли, что можно участвовать. Некоторые уже подходят и говорят, а можно мы на следующий год. Вот мы посмотрели, вот у меня дочь тоже так поделки делает. Конечно, приходите, все мы посмотрим, выберем самых достойных. Кроме выставки декоративно-прикладного творчества прошел и заключительный галоконцерт победителей фестиваля. Дети пели, танцевали, читали стихи. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.